Раскол в Европе вызвал визит канцлера Германии в Шанхай. В СМИ продолжают обсуждать казус. Во время встречи Си Цзиньпин отказался сжать руку Шольцу. Для сравнения, агентство публикует встречу нашего президента с китайским лидером. Разница доверия очевидна. Визит канцлера Германии в Китае взбудоражил весь западный мир. Шольц пошел против США. Проявить самостоятельность во внешней политике вынудила критическая ситуация. Германия поставлена на порог деиндустриализации и обнищания. Крупнейшие предприятия готовятся уйти из страны туда, где нет проблем с энергоносителями. Союз на пороге блоковой трансформации. Польша на американском фундаменте активно формирует свой центр силы. Подробности в рубрике «Скриншот». Европейская семья расходится по разным комнатам. Немецкая бабушка ушла и Брюссельский вертеп ведет к разделу жилплощади. Евросоюз на пороге глобальной трансформации. Уже сейчас четко просматриваются новые центры силы, которые готовы или точнее очень хотят играть ключевую скрипку в этом театре демократии. На каких границах слышен характерный хруст европейского единства? И что это – сепаратизм или волеизъявление? Я Андрей Сыч, это рубрика «Скриншот». Давайте разбираться. В Европейском Союзе с момента его возникновения было внутреннее распределение ролей. Пока Франция отвечала за политику Союза на юге, в районе Средиземного моря, Африки, Ближнего Востока, Германия доминировала в Восточной Европе. Все это время пусть Париж-Берлин давлела над остальными участниками блока и обеспечивала принятие ключевых решений. Союзники молчали и покорно исполняли, демонстрируя единство ровно до тех пор, пока шли дотации. С 1991 года начиная, в Европейском Союзе действовал принцип выравнивания уровней развития слаборазвитых стран и регионов. И из Старой Европы, из богатых стран перекачивались ресурсы в слаборазвитые восточноевропейские страны. Сегодня этот принцип в Европе фактически свернут. Сокращены скрытые явные дотации от Брюсселя, то есть от Старой Европы в Новую Европу. И это, разумеется, усилило противоречие внутри Европейского Союза. Грусть и обида одолела европейских лидеров, стоящих у высохших потоков изобилия. Провал Германии на Востоке, который вылился в горячую войну на Украине, привел к разрушению устоявшейся конструкции. Акела промахнулся, раздалась у ручья в Угорщине. Официальный Будапешт начал самоопределяться или проявлять сепаратизм. Тут кому как на слух удобнее ложиться. Нас больше интересует реакция смотрящих за единством. Европарламент утвердил доклад с призывом признать риск серьезных нарушений со стороны Венгрии главных ценностей ЕС. Вдруг выяснилось, что демократия-то не настоящая, а вообще-то очень напоминает избирательную автократию. Чешский министр по европейским вопросам Микулаш Бек вообще по секрету всем рассказал, что лично наблюдал, как товарищ Орбан покупает себе новые английские штиблеты. Сегодня идет реальная геополитическая трансформация современного мира. В рамках этого процесса, глобального процесса, имеются составляющие, которые на первый взгляд не особо видны и не особо освещаются прессой. И конкретно это моменты недовольства многими государствами теми процессами, которые идут либо в них, либо вот как сегодня в Евросоюзе. Политики задают себе вопрос, почему Великобритания имеет право выйти из Евросоюза, а мы не имеем. Чем мы хуже? Предотвратить переобувание премьер-министра Венгрии решили с запретом на выделение ресурсов из общего европейского бюджета на восстановление экономики. В Варшаве на это ехидно улыбнулись. Польша уже больше года сидит под санкциями Брюсселя за изменения судебной системы. Принуждение к лояльности оценивается в 35 миллиардов евро. Голодная гиена без дела не сидит. Полупустая миска уже давно волнует сознание и побуждает к действиям. Объектом для атаки выбрана страна со сломанной трубой и обмягшим влиянием. Они выдали Евросоюз по дотации. Инфраструктурные проекты, огромные автобаны, все это практически заканчивается. Они понимают, что они с Евросоюза больше денег не вытянули. И поэтому они сейчас готовят красивый польский отход. Для этого надо поругаться с Германией. Это может стать потом одним оправданием, одним из многих оправданий, почему они вышли из Евросоюза. Европа разных скоростей с ядром и периферией начала территориально оформляться. Белый дом ставит на лидерство Варшавы в странах Восточной Европы, подогревая ее амбиции и мечты Анарнии Пилсудского. Из Польши делают хаб сжиженного газа. На молекулы демократии подсаживают в добровольно-принудительном порядке. Уже состоялись успешные испытания на полной мощности газопровода Гиппол. Анджей Дуда тут же пообещал согреть Северную Македонию и всех, кто готов преклонить колено. Польский напор обострил противоречия Франции и Германии, которые не в силах противостояют трансформации Евросоюза. Даже помпезно анонсированный саммит Шольца и Макрона по решению ключевых вопросов в итоге скатился до делового обеда. Заклятые друзья расплывались в улыбке, но руку с конструкцией держали в карманах. О предстоящем параде экситов Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». Редактор субтитров А.Семкин